Ну вот, давайте теперь определим некий язык программирования на базе этой ФП-системы. Для этого надо сначала понять, с какими константами мы имеем дело, и какие базовые функции, в которых в некотором смысле тоже являются константами системы. Константы. Будем считать, что у нас есть всевозможные целые числа, как положительные, так и отрицательные. Будем считать, что у нас есть логические значения, истинная и ложь, Т и Ф. Символьные значения, ну каким-то образом обозначаемые, на самом деле не важно, ну допустим стандартно таким вот образом. Есть списки. Списки будем считать гетерогенными, в том смысле, что элементами списков могут быть значения любого типа, в том числе и разных типов. То есть списки, это вот такие списки в стиле ЛИСПа. Вполне может оказаться, что элементом списка является, скажем, число, следующим элементом список из двух чисел, следующим элементом логическое значение и так далее. Списки неоднородные. Вот эти все константы в программах как константы не появляются. Они могут появиться только в составе обозначения некоторого комбинатора, как вот, например, константной функции, или там какой-нибудь вставки с базовой константой. В программах их нету. Есть набор базовых функций. Сейчас определим набор базовых функций. Ну вот, функции в программах могут встречаться в явном виде. Это будут обычные арифметические функции. Ну, поскольку нету частичного применения функции, функции не каринговые, то в число базовых функций еще включим набор вот таких вот функций с частично примененным аргументом. Ну вот, например, функция плюс, вообще говоря, это функция, которая получает список из двух аргументов, из двух чисел. Ну, скажем, если применить ее к списку из двойки и пятерки, получится семерка. Но иногда хочется сделать частичное применение, применить к одному аргументу и получить новую функцию. Будем считать, что вот для всех вот этих базовых, арифметических и логических и других операций с двумя аргументами есть еще и специализированные версии, в которых обозначение константы входит просто в имя функции. Например, add1 – это функция, которая добавляет единицу к своему аргументу. Аргументом такой функции будет уже не список, а просто вот отдельное число. Ну и вот если функцию add1 применить к тройке, мы получим 4. Ну и вот из любых натуральных чисел и базовых функций можно построить вот такие тоже базовые функции. Будем считать, что вот это, что они все есть. Логические функции и тоже функции, которые реализуют бинарные операции, получают здесь список из двух значений. Ну такие как равно, не равно, меньше там и так далее. И есть вот их версии с фиксированным одним аргументом. Например, функция lt2 – это функция меньше, у которой зафиксирован первый аргумент 2. Если я применяю эту функцию в мерк-пятерке, я получаю истину, потому что 2 меньше, чем 5. Ну, а так вот обычный набор функций. And, or, not и прочее. Для работы со списками используются функции селекторы. И тоже целый, вообще говоря, бесконечный набор функций, с помощью которого можно выбрать элемент по номеру. Причем, поскольку списки двунаправленные, то нумеровать элементы можно как справа, так и слева. Вот число 2 в данном случае означает не число, это функция, функция селектор. Если мы вот эту функцию 2 применим к списку из трех элементов, то она выдаст нам второй элемент списка. Соответственно, набор функций, у которой в конце еще буква R стоит, это селекторы справа. Например, функция 1R берет первый элемент справа, ну, то есть последний элемент списка. Считается, что эти функции достаточно эффективно работают, то есть списки на самом деле можно просматривать с любых концов одинаково эффективно, что справа, что слева. Списки симметричные. Есть тождественные функции, которые возвращают просто свой аргумент. Подобного рода функции редко используются обычно в языках программирования, но вот в системе FP мы увидим, что довольно часто используется функция ID, и увидим почему. Есть набор функций, предназначенных для обработки списков, ну, вот кроме селекторов. Ну, во-первых, обычные функции вычисления головы и хвоста, здесь они будут обозначаться HD и TL, Head и TL, голова и хвост, соответственно, первый элемент и хвост. Поскольку списки симметричные, то абсолютно такие же есть функции, которые работают с правого конца списка, так сказать, правая голова и правый хвост, и они, в отличие от Haskell здесь, не считаются какими-то там неэффективными функциями, работают столь же быстро, как и левая голова и хвост. Функции CONS и CONS-R – это вот конструкторы, которые соединяют голову с хвостом. Опять же, обычный CONS – это присоединение элемента слева в качестве головы, такой правый CONS, CONS-R – это присоединение элемента справа. Ну, и, соответственно, аргументы в другом порядке. Сначала список, а потом будущая голова. Функция NULL проверяет, является ли ее аргументом пустой список или не пустой список. Функция применяется к списку и выдает истинную или ложь, в зависимости от того, пустой список или не пустой. Вот любопытные функции, распределяющие. Что-то среднее между MAP и ZIP. DIST-L и DIST-R. Элемент распределяется по списку, при этом образуются пары. Ну вот, DIST-L берет элемент и добавляет его слева ко всем элементам списка, образуя пары. Такая специфическая функция, но мы тоже увидим, что она достаточно полезная при программировании, вот, в системе FP оказывается. Ну и DIST-R – симметричная функция, которая добавляет элемент справа ко всем элементам. Функция йота позволяет строить, ну, вот такие арифметические прогрессии, начиная с единицы. Йота имеет натуральный аргумент и строит список от единицы до этого аргумента. Такую вот прогрессию. Если применить к нулю, получим пустой список. Ну вот, ограничимся таким набором функций, посмотрим, как можно с ним программировать, если у нас есть встроенные комбинаторы и вот такой набор функций. Ну, какие-то очень простые определения. Можно определить функцию с помощью конструкции DEV, и мы определяем функцию, как применение комбинатора к другим функциям. Вот функция возведения в квадрат. Для того, чтобы возвести в квадрат аргумент, нужно сначала построить список из двух одинаковых таких же аргументов, а потом их перемножить. На языке вот этом вот, в системе FP, это будет выглядеть таким образом. Сначала надо раздвоить аргумент. Для этого мы применяем конструкцию. Берем два раза одну и ту же функцию ID, тождественную функцию. И получается, что с помощью вот этой вот конструкции мы получаем список из двух копий, из двух экземпляров аргумента. После чего применяем функцию умножения к результату. Делаем композицию функций. Список из двух элементов. Функция умножения получает этот список из двух элементов, перемножает элементы, ну и получает, естественно, квадрат. Ну, совсем непривычное определение, но в нем нету явного упоминания переменных вообще. Есть только манипуляции с функциями. Если бы мы могли в явном виде применить эту функцию с QR, ну, скажем, к пятерке, то, естественно, работа получилась бы вот такая. Мы должны были бы сначала применить конструкцию, в результате чего получится действительно вот такой список из двух пятерок, а потом к этому применить умножение. Здесь у меня применение изображено в виде такого двоеточия, ну, чтобы вот явно показать, где именно происходит применение функции. Разумеется, уже определенные функции можно потом использовать в других определениях, ну, вот, например, возвести в четвертую степень можно точно так же, только вместо ID использовать возведение в квадрат. Два раза возвели в квадрат аргумент, размножили, потом перемножили результат и получили четвертую степень. Ну, вот, если расписать, что получится, если вот такое возведение применить к тройке, ну, вот, два раза применится возведение в квадрат, получится две девятки, они перемножатся, получим 81. Чуть более сложные функции давайте попробуем построить. Ну, вы, наверное, уже догадались. Факториал. В Хаскеле определение факториала выглядит, может выглядеть примерно таким образом, ну, если не использовать там образцы, большое количество уравнений, а вот одним уравнением записать, то в Хаскеле мы обычно определяем вот таким образом, записывая в уравнении в явном виде аргумент и что с ним делать. В FP так написать нельзя. Мы должны работать только с функциями. Определение подобное этому в FP будет выглядеть примерно так. Так, мы определяем функцию факт следующим образом. Это условная функция, вот стрелочка, точка с запятой, это комбинатор условия, вот здесь вот. Условие – это равенство нулю, сравнение с нулем. Значит, мы аргумент будем сравнивать с нулем. Если да, то вот эта константная функция единица, подчеркнутая, будучи примененной к аргументу факториала, выдаст единицу. Ну, она будет применена к нулю и выдаст единицу. В противном случае будет применена вот такая функция. Это композиция. То есть мы должны будем умножить, перемножить два элемента. Один – это сам аргумент N, вот он, ID. ID, примененный к аргументу, даст нам сам этот аргумент. А второй аргумент получается вот с помощью рекурсивного обращения к факториалу. Сначала мы еще вычтем единичку с помощью такой вот хитрой конструкции. Потом применим факториал. Ну, и потом уже перемножим N на вот этот вот факториал. Ну, разумеется, совершенно такая непривычная запись, и так вот сходу, конечно, написать ее очень сложно. Но это потому, что мы пытались здесь написать рекурсивное определение. Система комбинаторного программирования очень поощряет к использованию функций высших порядков. Ну, потому что это гораздо проще. К использованию нерекурсивных определений. Конечно, факториал можно написать и нерекурсивно, и мы даже делали это в Хаскеле. В системе FP получается очень простое определение. Я вставляю функцию умножения между всеми элементами от единицы до аргумента. Ну, здесь еще так хорошо, что от единицы именно до аргумента. Вот факториал в этом смысле хорошая функция. Йота, будучи примененная к аргументу, построит список от единицы до n. А потом мы вставим между всеми элементами списка умножение с помощью какой-нибудь вставки, правой или левой. Получим результат. Ну, разумеется, что-то похожее мы писали и в Хаскеле тоже. Но, пожалуй, в Хаскеле это даже выглядит чуть более длинно. Хотя, в общем, тоже покороче, чем исходное определение. Конечно, так писать это надо иметь какую-то большую привычку. Во всяком случае, у меня пока не получается сколько-нибудь сложной функции описывать вот на этой системе FP. Все, что тут написано, это не я придумал, это я просто взял из учебника и переписал. Ну, вот функция, которая проверяет, есть ли заданный элемент в списке. Ну, в Хаскеле это встроенная функция LM, здесь я назову ее тест. Эта функция проверяет, есть ли заданный элемент LM в списке. Ну, вот в Хаскеле она могла бы выглядеть примерно так. В пустом списке элемента нет. Это рекурсивное определение этой функции. И опять, это рекурсивное определение, если мы начнем его переписывать вот именно в таком же виде, в рекурсивном виде в FP, мы получим крайне запутанное определение что-то вроде вот такого. Условие. Тест имеет два аргумента. Значит, я считаю, что функция тест вот здесь вот получает в качестве аргумента список. Первый элемент списка – это сам элемент. Второй элемент списка – это список. Поэтому первая часть условия – это композиция. Два – это здесь, это селектор. То есть мы берем второй элемент аргумента, то есть список, и проверяем, пустой он или нет. Функционал проверяет, пустой ли список. Значит, вот это надо читать так. Пустой ли второй аргумент? Если он пустой, то выдаем F – ложь. Ну, точнее говоря, у нас получается, что здесь будет применена вот эта вот константная функция, которая выдаст ложь, независимо от аргумента. Если только этот аргумент определен. В противном случае, опять условие, ну, потому что у нас и в противном случае тоже два варианта. Если первый аргумент совпадает с головой второго, x равно ln вот здесь. Если первый совпадает с головой второго, eq применяется опять же, тогда выдаем true. Ну, и, наконец, в противном случае, от ewise идет рекурсивное применение тест. К, ну, первый элемент остается таким, каким и был. Ищем, что мы ищем. А от второго аргумента берем хвост. Ну, в общем, это в точности то же самое, что написано выше на хаскеле, только вот несколько непривычно. Ну, и видим, что здесь действительно частенько приходится использовать функцию id, частенько приходится использовать селекторы, конструкторы, вот эти конструкции. Опять же, конечно, нерекурсивная версия оказывается гораздо короче. Ну, как мы ищем в списке? Мы тоже умеем это делать и в хаскеле. Мы должны сравнить элемент со всеми подряд. Для этого мы можем применить функцию map. Ну, здесь вот это и делается. Сначала с помощью distL мы образуем пары. Первый элемент присоединяем ко всем элементам списка. Образуются всевозможные пары. Затем мы ко всем парам применяем eq, операцию сравнения на равенство. Получаем список из логических значений. Ну, и затем сворачиваем этот список с помощью функции or, начиная с константы false. В общем, можно показать, как это делается. Вот если я теперь ищу, есть ли пятерка в таком списке, то сначала я применяю функцию distL к этой паре. В результате пятерка присоединяется ко всем элементам списка. Затем я ко всем элементам применяю eq, получаю список логических значений. Ну, и, наконец, вставка or дает мне здесь true, потому что один элемент true есть в списке. Мы и в Haskell такое писали. Вот это система, которая очень поощряет использование функций высших порядков. И вот такое... Ну, это и есть система комбинаторного программирования, использование функций высших порядков. Пожалуй, ничего больше про эту систему я говорить не буду. Если интересно, попробуйте почитать какую-нибудь литературу про это. Давайте еще вернемся совсем уже к истокам. Поговорим немного про лямбдоисчисление Чорча, на базе которого и строятся все функциональные языки и вообще вот эта парадигма функционального программирования. Чорч, конечно, не создавал язык программирования. Он создавал некоторые исчисления функций. Ему интересно было, что такое функции, как можно формализовать понятие функции. И вот одна из таких формализаций оказалась очень удобной для построения впоследствии языков программирования, функциональных языков программирования. Так что вот и терминология взята из этого лямбдоисчисления. Что такое лямбдоисчисление? Мы сначала его введем немножко неформально. Это будет скорее не лямбдоисчисление Чорча, а вот такое немножко расширенное лямбдоисчисление, похожее на язык программирования. Потом некоторое время мы посвятим чистому лямбдоисчислению, то есть вот собственно тому, что было сделано Чорчем, Чорчем, как он формализовал функции. Мы будем говорить, что у нас есть выражения. Есть лямбдо выражения, есть применение этих лямбдо выражений, ну и есть константы. Эти выражения преобразуются. В языках программирования мы обычно говорим «вычисляются». Здесь будем говорить преобразование выражений. Ну вот такие выражения бывают. Бывают переменными, например, Х. Бывают константами, ну какая-то константа С. Например, плюс, три или нил. Здесь плюс – это константа, которая на самом деле представляет собой некую примитивную функцию. Мы будем считать, что у нас есть набор примитивных функций. Пока. Ну вот пока не дошли до чистого лямбдоисчисления. Мы будем считать, что есть такие вот константы, как списки, числа, три, пустой список нил. Есть конструкция применения функции. Будем изображать ее как в Хаскеле. Функция и аргумент. Вообще говоря, надо заключать в скобке, но иногда я буду лишние скобки опускать, считая, что, ну вот часто порядок применений на самом деле понятен слева направо. И тогда скобки будем опускать. Пример. Плюс применяется к двойке, результат применяется к тройке. Любая функция применяется только к одному аргументу. В лямбдоисчислении в этом смысле мы будем широко использовать карринг. То есть, если вот такая функция, как плюс, которая требует, вообще говоря, двух аргументов, применяется к чему-то, то она всегда применяется вот как бы по очереди. Сначала к первому аргументу, в результате чего получается новая функция, а потом ко второму аргументу. Будем всегда использовать префиксную нотацию во избежание всяких неоднозначностей. Всегда буду все функции использовать в префиксной нотации. Вот как здесь. Хотя скобки частенько буду опускать и буду писать плюс два три. Но это все равно будет означать, что плюс сначала применяется к двойке, а потом результат к тройке. Впрочем, как и в Хаскеле. Определение функции задается с помощью лямбда-выражений. Очень похоже, как это делается во всех функциональных языках программирования. Но только здесь лямбда – это действительно настоящая буква лямбда. Лямбда Х точка Е. Здесь Х – это формальный аргумент, Е – это тело, в котором, как правило, этот аргумент используется в этом теле. Например, функция, которая складывает аргумент с двойкой. Здесь Х – это формальный аргумент, а после точки тела функции Х добавляется к двойке. Разумеется, аргументом может быть любая другая функция. Например, лямбда-выражение. Вот здесь лямбда-выражение вот это. В теле аргумент применяет к себе. Телом этой функции является применение аргумента Х к себе. Аргументом такой функции может быть другая функция, в частности, та же самая. Ну, понятно, что на самом деле ничего хорошего такое выражение при вычислении нам не даст, потому что если эта функция применится к себе, то в результате в теле она опять себя применит к себе. Если у нас есть некоторое выражение, ну, скажем, вот такое, плюс 2Х, то в нем могут использоваться те или иные переменные. Эти переменные могут быть свободными или связанными. Я буду широко использовать эти термины. Вот здесь Х – это свободная переменная. Ничем не связанная. Свободная переменная – это означает, что, вообще говоря, ее значение не определено никак. Переменная будет связана, если она находится в области действия некоторого лямбда-выражения. Вот здесь переменная Х есть в заголовке лямбда-выражения и в теле лямбда-выражения. И поэтому здесь мы говорим, что вот есть связывающее вхождение. Это вот это вот, где определяется, так сказать, это переменная. И использующее вхождение. Здесь эта переменная Х связана. Разумеется, в одном и том же выражении могут попадаться одинаково обозначенные разные переменные. В частности, некоторые из них могут быть связанными, а другими – свободными. Например, вот в этом выражении, где некая функция применяется к Х. Вот этот внешний Х – это переменная, свободная. И это, конечно, совершенно другая переменная. Совсем не та, которая находится внутри вот этого тела лямбда-выражения. Здесь это другой Х, связанный, и он связан вот этим связывающим вхождением. Вообще говоря, корректное выражение, которое можно вычислить, которое может иметь значение, которое можно преобразовывать – это выражение, которое свободных переменных не содержит. Не содержит переменных с неопределенным значением. Замкнутое выражение – это выражение, которое не содержит вообще свободных переменных. Хотя внутри замкнутого выражения могут встречаться подвыражения, подконструкции, которые, вот если взять только эту подконструкцию, будут содержать свободные переменные. Но на каком-то более высоком уровне эти свободные переменные будут связаны какими-то связывающими вхождениями. Правила преобразования выражений. Мы будем считать, что вот есть так называемые редукции. Вообще говоря, преобразование служит к тому, чтобы упростить или редуцировать выражение. Поэтому эти правила и будут называться редукциями. Хотя мы потом увидим, что на самом деле совсем не обязательно, редукция действительно приводит к упрощению выражения. Может оказаться так, что однократное применение редукции приведет, наоборот, к усложнению выражения. Все равно будем называть редукцией. Дельта-редукция. Дельта-редукция на самом деле – это правило применения встроенной функции. То есть, если у нас есть некоторая встроенная функция f и достаточное количество вычисленных аргументов, достаточное в смысле такое, что можно применить функцию, то тогда мы по правилам, заданным этой функцией, вычисляем результат, и вот он и будет результатом этой редукции. Ну, например, если у нас есть выражение плюс 3, 5, то, применив дельта-редукцию, мы заменим это выражение на 8. Потому что плюс, ну, будучи примененным к тройке пятерки, даст восьмерку. Что-что такое? Ну, вот у нас есть некоторый набор примитивных функций встроенных. Встроенных в смысле примитивные. Вот просто мы определили, что у нас есть несколько базовых функций, про которые мы знаем, как они работают. Например, сложение плюс. Это не та функция, которая определена лямбда-выражением, скажем так, а вот некая изначально заданная функция, про которую мы откуда-то знаем правила ее работы. Ну, или вот, например, функция OR, функция логического или. Мы тоже знаем, что если применить ее к двум логическим значениям, мы получим некое новое значение. Ну, вот OR, TRUE и FALSE – это TRUE. Бета-редукция – это, наоборот, правило применения лямбда-выражения к аргументу. Правило применения невстроенной, непримитивной функции к аргументу. Ну и понятно, как это происходит. Мы сначала связываем аргумент X с фактическим вот этим аргументом выражения. И делается это следующим образом. Мы берем тело функции E1 и заменяем в нем все вхождения X. Ну, будем говорить, все свободные вхождения X, то есть те X, которые были связаны именно этим связывающим вхождением. В самом E1 это будут свободные вхождения X. И вот мы заменяем все свободные вхождения X на аргумент E2. Ну, вот здесь это написано таким вот условным образом. Это E1, в котором все свободные вхождения X заменены на E2. Мы считаем, что все вот эти редукции преобразования – это чисто текстовые преобразования. Мы просто переписываем выражения. Например, если у нас есть выражение вот такое. Функция с телом плюс один X. В самом этом теле X входит свободно. Этот X во всем выражении в теле функции, во всем вот этом лямбда-выражении связан вот этим связывающим вхождением X. Если мы применяем эту функцию в пятерке, то мы берем тело плюс один X и в этом теле X заменяем на пятерку. Ну, если мы сделаем еще один шаг редукции, теперь уже дельта-редукцию, то мы вот это плюс один 5 заменим на 6. А вот если мы вот это вот выражение возьмем, то здесь телом лямбда-выражения является вот это вот X применить к X. Если мы заменим в этом теле X на аргумент, то мы опять получим ровно то же самое выражение. Здесь редукция ничего нового нам не дала. После редукции мы получили то же самое выражение. Ну, мы, конечно, можем потом еще раз применить ту же самую редукцию, потом еще раз, но никогда ничего нового не получим. Альфа-преобразование. Ну, обычно не говорят, что это редукция, потому что это просто переименование переменных. Говорится, что на самом деле имена переменных – это вещь такая не очень существенная. Мы всегда можем заменить имя. То есть, если у нас есть некоторое лямбда-выражение, в котором есть вот это вот связанное переменное X, то мы всегда можем заменить это имя на любое другое. Ну, скажем, на Z. Заменив в теле все свободные вхождения X на ту же самую переменную Z. Тут единственное ограничение. Если эта переменная Z уже раньше входила в E1 свободно, то вот тогда такое переименование сделать нельзя. Ну, потому что мы тогда запутаемся, где какое Z. Так что вот такое переименование можно сделать только в том случае, если вот это новое имя не входит в E1 свободно. Такое альфа-преобразование иногда приходится делать. Мы потом увидим, почему. Но, конечно, структура выражения при этом никак не меняется, поэтому, в общем, и не говорится, что это редукция. Ну, вот, например, вот такое сложное выражение у меня есть. Функция от X, а в теле этой функции другая функция от X и Y, опять же, применяется к X. Ну, вот, видим, что в этом выражении есть два разных X, они по-разному связаны. Вот есть внутренний вот этот X, и в теле функции этот X связан именно этим связывающим вхождением, внутренним. И есть вот этот внешний X, который связан внешним вот этим вот вхождением. Если мы хотим один из этих X заменить на другой, ну, скажем, внешний, то мы можем это сделать, и тогда у нас вот все переменные будут иметь разные имена. Вот здесь мы заменим этот X на Z, и, соответственно, соответствующий ему X заменим на Z. Но, разумеется, внутренний связанный X мы трогать не будем. Четвертый тип преобразования, так называемое это преобразование, можно назвать его и редукцией тоже, состоит в следующем. Если телом лямбда выражения является применение E к X, где X – это вот та самая переменная, и в самом E других вхождений, свободных вхождений X нету, то можно это выражение заменить просто на E. Это правило на самом деле означает, что функции эквивалентны друг другу, не текстуально, а именно функционально. То есть, если у нас есть функция, которая ведет себя как E, то это то же самое, что само E. Ведет себя как E – это значит, если применить вот эту функцию к какому-то X, то это все равно, что E применить к X. Это и означает, что вот эта функция ведет себя как E. Ну и тогда мы говорим, если функция ведет себя как E, то она и есть E. Если там плавает как утка и выглядит как утка, то это, наверное, и есть утка. То есть, вот это правило говорит о том, что эквивалентность функций именно по поведению, а не по внешнему выражению. В частности, если у нас есть вот то выражение, которое мы только что использовали для альфа-преобразования, то можно увидеть, что как раз это выражение имеет тот самый вид. Функция применяется к X, и внутри этой функции свободных вхождений X нету. Есть только другое связанное вхождение того же самого X. Поэтому можно применить вот это преобразование и просто заменить его вот на эту функцию. То есть, это не что иное, как просто функция сложения X с Y, больше ничего. Потому что она ведет себя в точности так же, как вот эта внутренняя функция. Ну, давайте немножко, чтобы как-то освоиться с этими редукциями, приведем парочку примеров. Один пример, очень простой. Вот такое выражение, где функция от X и Y, это на самом деле функция, это просто функция сложения, которая складывает X с Y. Она применяется последовательно к двойке и к пятерке. Сначала применим бета-редукцию. Ну, потому что это некоторая функция от X, применяется к двойке. Мы сначала берем только вот эту часть без пятерки. И подставляем двойку вместо X в тело. Получаем вот такое выражение. Лямда Y плюс 2Y, двойка подставлена вместо X. Теперь то, что получилось, применяется к пятерке. Тоже можем применить бета-редукцию, подставив теперь уже пятерку вместо Y. Получаем выражение плюс 2,5. Ну, наконец, теперь видим, что можно применить дельта-редукцию, плюс применить к двойке и пятерке, плюс встроенная функция примитивная, получаем семерку. Это уже дельта-редукция. Получили выражение, которому неприменимы никакие редукции вообще. Это окончательная форма выражения. Тут уже с помощью никаких редукций преобразовать его дальше не удастся. Еще один пример, более сложный. В состав этого примера входит вот то самое применение функции самоприменимости к себе. Функция, которая свой аргумент применяет к себе, применяется к той же самой функции. Но тут сверху навешана еще одна функция. Функция двух аргументов X и Y. Я буду позволять себе говорить такое. Функция двух аргументов, если это функция, которая выдает функцию. Функция от X телом, который служит функция от Y. Я буду говорить, что это функция двух аргументов. Так вот, эта функция двух аргументов на самом деле выдает свой второй аргумент, отбрасывая первый. Таким образом мы видим, что здесь вот эта функция двух аргументов применяется к одному аргументу, и этот аргумент отбрасывается. В теле его нету. В теле функции. Мы можем поступать по-разному. Мы можем считать, что вот у нас есть некоторая внешняя функция, и есть ее аргумент сложный. И применить бета-редукцию. Взять тело функции лямбда YY и пытаться заменить в нем X на аргумент. Ну, в теле этой функции никакого X нету, поэтому мы просто получим тело функции. Если мы действительно сделаем такое преобразование, такую бета-редукцию, мы получим просто тело лямбда Y точка Y. Это простейшая функция. Тут уже никаких редукций сделать нельзя. Это тождественная функция. Это окончательный результат наших преобразований. За один шаг, за одну редукцию мы получили выражение, которому уже никакие редукции больше не применимы. С другой стороны, мы можем считать, что мы должны применить, выполнить вот такую редукцию. Здесь тоже есть функция, есть аргумент. Мы можем выполнить эту редукцию. Мы уже один раз пробовали такое делать. Мы получаем, разумеется, то же самое выражение, которым мы можем снова попытаться применить ту же самую редукцию и получить снова то же самое выражение и так далее, и так далее. И в результате мы никуда не продвигаемся и ничего не получаем нового. Так что видно, что на самом деле от того, в каком порядке мы применяем редукции, может зависеть результат. В том смысле, что мы можем либо получить некую окончательную форму, либо зациклиться и так ничего и не получить. Поэтому, вообще говоря, определяются несколько разных порядков применения редукции. Если от порядка применения редукции может зависеть результат, то насколько этот результат вообще определен? Вот, если у нас есть некоторая система редукций, то иногда говорят, что эта система редукций может обладать или не обладать ромбическим свойством. Что это такое? Ну, сначала пара определений. Будем говорить, что выражение находится в нормальной форме, если к этому выражению уже не применимы никакие редукции. Это вот такой окончательный вид выражения, к которому уже ничего не применить. Я теперь буду говорить, что это выражение, находящееся в нормальной форме. Дальше. Я буду использовать вот такое обозначение. Стрелочка означает шаг редукции. То есть, из выражения альфа 0 с помощью одного шага редукции можно получить выражение альфа 1. Стрелочка таким образом выражает некоторое отношение на множестве всевозможных выражений. Из одного выражения можно получить за один шаг редукции другое выражение. Если построить рефлексивное и транзитивное замыкание этого отношения, которое я буду обозначать стрелочкой со звездочкой, то это будет означать, что выражение альфа-катая выводимо, так сказать, из альфа нулевого или получается из альфа нулевого путем применения какого-то количества редукций, последовательного применения редукций. Возможно, ни одной редукции. Возможно, альфа-катая просто совпадает с альфа нулевое. Это вот рефлексивное, транзитивное замыкание выражения. Ну, я надеюсь, что вы знакомы с этой терминологией, да, вот отношения, рефлексивное отношение, транзитивное отношение, там, замыкание отношений. Ну, собственно, это не очень не важно. Даже если не знакомы, то в конце концов не так это важно. Так вот, ромбическое свойство системы редукции состоит в следующем. Если из выражения альфа-ноль можно получить с помощью двух разных редукций два разных выражения бета-1 и бета-2, то существует такая форма, такое выражение омега, что и из бета-1, и из бета-2 можно прийти к этому одному выражению. ромбическое свойство системы редукций означает, что на самом деле порядок применения редукций не очень существен, в том смысле, что даже если мы применим один раз разные редукции, то это не является необратимым, в том смысле, что всегда существует такое выражение, к которому мы можем прийти из бета-1 и из бета-2. Если такого выражения омега может не существовать, то говорят, что система редукции ромбическим свойствам не обладает. Теорема Черчер-Россела состоит в том, что система редукций, введенная нами вот это альфа-преобразование, бета-редукция, это преобразование, ну, дельта-преобразование немножко искусственное, у Черчер не было вот никаких встроенных функций, встроенных констант, и, соответственно, не было дельта-преобразований. Вот эта система редукций обладает ромбическим свойством. Это теорема, которая была доказана, теорема Черчер-Россела, я ее доказывать не собираюсь, достаточно сложно там все. И, в частности, из этого, из этой теоремы разных нормальных формы у одного и того же выражения мы пришли бы двумя разными путями, то это означало бы, что из этих двух разных нормальных форм мы можем все равно по ромбическому свойству прийти к одной. но нормальные формы, из них вообще никуда прийти нельзя, на то они и нормальные формы, к ним уже никакие редукции не применимы, поэтому существование двух разных нормальных форм просто невозможно. Другое дело, что, как мы видели, применяя редукции в разном порядке, мы можем либо прийти к нормальной форме, либо вообще к ней не прийти, зациклиться. но мы всегда в любой момент времени можем, изменив порядок редукции, к нормальной форме все равно прийти, если она существует. Чтобы двигаться дальше, нужно определить некоторые стандартные порядки редукций. Некоторые стандартные способы применения редукций, ну и тогда уже говорить о том, какие порядки приводят к нормальной форме, не приводят к нормальной форме, как быстро приводят к нормальной форме. Фактически, каждый раз, когда я применяю редукцию, я могу из множества возможных редукций, выбирать, ну, либо какие-то вот внутренние, те, которые находятся где-то внутри выражений. Такие выражения выбирать, внутри которых уже не содержатся никакие другие вот эти редуцируемые выражения. Вот еще одно определение сейчас приведу. Редекс, я буду говорить. Редекс – это выражение редуцируемое, к которому можно применить какую-нибудь редукцию. Хотя бы одну. Так вот, если у меня есть редекс, внутри которого нет никаких других редексов, то мы говорим о том, что это самый внутренний редекс. И вот один из таких порядков – это искать самые внутренние редексы и применять прежде всего редукции к этим самым внутренним редексам. Ну, их может быть несколько, но они в любом случае будут упорядочены слева-направо, а внутри них ничего не содержится. Можно выбирать, скажем, самый левый сначала редекс, потом следующий и так далее. Наоборот, можно выбирать редексы самые внешние. То есть такие, которые не охватываются никакими другими более внешними редексами. И применять сначала редукции к этим вот самым внешним редексам. Вот, например, в этом вот выражении, которое мы уже рассматривали, говорили, что тут возможны два разных способа применения редукции, как раз есть два редекса. И один из них внутренний, а другой внешний. Вот это внутренний редекс. Внутри него никаких других редексов нет. С другой стороны, сам этот редекс содержится внутри внешнего редекса. Ну, понятно, что этот внешний редекс – это на самом деле все выражение. Конечно, он самый внешний. Он уже не содержится ни в каком другом выражении вообще, в том числе редуцируемом. Ну, и вот, соответственно, мы можем либо сначала применять всегда редукции к внутренним редексам, либо к внешним. Но вот здесь, как мы видели, если мы применяем редукцию сначала к внешнему редексу, мы сразу же получим нормальную форму. Если же мы будем применять редукции к внутренним редексам, то мы никогда нормальную форму вообще не получим. Итак, определим два канонических, стандартных порядка редукции. Один будет называться аппликативный порядок редукции. Сейчас поймем, почему он называется аппликативный. Это способ, когда каждый раз редукция прежде всего применяется к самым внутренним редексам. Ну, сначала к самому левому. К самому левому из самых внутренних редексов. Нормальный порядок редукций – это порядок, при котором редукция всегда применяется к самому левому из самых внешних редексов. Вообще говоря, самых внешних тоже может быть несколько, но мы всегда применяем к самому левому из них сначала. Ну, вот, как видим, если мы берем вот то выражение, то, когда мы применяем к нему аппликативный порядок редукции, мы к нормальной форме не приходим вообще. Если применяем нормальный порядок редукции, то за один шаг приходим к нормальной форме. Вообще-то говоря, это правило. Можно сказать, даже теорема. Если применяется нормальный порядок редукций, то, если только нормальная форма у выражения существует, мы к ней всегда придем. Применяя нормальный порядок редукции, мы гарантированно приходим к нормальной форме, если только она существует вообще. Аппликативный порядок редукции такой гарантии не дает. Давайте приведу еще один пример. Выражение, в котором как раз тоже есть два редекса, внешний и внутренний. Есть вот это вот все выражение, где некоторая функция с телом, умножающим х на х, применяется к чему-то там, к сложному аргументу. И есть вот этот сам аргумент, который тоже на самом деле представляет собой редекс. Это тоже применение функции к аргументу. Мы можем применить два разных порядка редукций. На этот раз мы в обоих случаях придем к нормальной форме. Давайте посмотрим. Давайте сначала аппликативный порядок редукции применим. То есть будем применять редукции к самым внутренним редексам. Ну здесь вот такой один самый внутренний редекс, подчеркнутый, функция применяется к двойке. Мы берем тело этой функции, плюс один у, у заменяем на двойку, и получаем в результате вот такое выражение. По-прежнему здесь есть как внешний редекс, так и внутренний редекс. Раз у нас аппликативный порядок редукций, то мы применяем дельта-редукцию к внутреннему редексу, плюс один два. Плюс один два дает нам тройку. Мы получаем такое выражение. Ну и теперь у нас уже остался только один редекс, он же самый внешний, он же самый внутренний. Мы его применяем. В тело умножить х на х, подставляем тройку вместо х. С помощью бета-редукции. Ну и теперь наконец применяем дельта-редукцию, получаем девятку. Это уже нормальная форма. Теперь применим нормальный порядок редукции. Теперь мы сначала применим бета-редукцию к внешнему редексу. Вот он, подчеркнутый внешний редекс. В тело функции умножить х на х, вместо х подставляем аргумент. Получаем вот такое довольно сложное выражение. Умножить аргумент на себя. Ну, здесь тоже есть несколько редексов. Вообще говоря, самое внешнее выражение – это вот умножение чего-то на что-то. Но здесь мы дельта-редукцию применить не можем, даже несмотря на то, что на внешнем уровне находится умножение. Потому что дельта-редукцию можно применить только в том случае, если аргументы уже вычислены. Мы знаем, что на что умножается. Так что здесь самым левым редексом является все-таки, самым левым из самых внешних редексов является вот этот вот подчеркнутый редекс. Ну, мы уже на самом деле делали преобразование. В тело функции вместо у подставляется двойка. Теперь можно применить дельта-редукцию, вот этот плюс исполнить, получить тройку. А теперь мы снова повторяем то же самое, потому что наш аргумент размножился. И поэтому мы снова повторяем то же самое. Опять двойку подставляем вместо у. Опять выполняем дельта-редукцию. И теперь уже, наконец, мы можем выполнить умножение и получить ту же самую нормальную форму девятку. Как видим, здесь и аппликативный порядок редукции, и нормальный порядок редукции пришли к одному и тому же выражению, к одной и той же нормальной форме. Правда, при аппликативном порядке редукции это получилось быстрее. И это, в общем, тоже правило. Потому что, когда мы применяем нормальный порядок редукции, может оказаться, что аргумент не вычисленный, не до конца преобразованный, подставляется многократно в тело. И это приводит к тому, что нам приходится многократно производить одни и те же вычисления, одни и те же преобразования делать. Ну вот теперь, наконец, я хочу попросить вас сказать, не напоминает ли что-нибудь вам из программирования функционального вот эти два разных порядка редукций? Разумеется, это энергичные и ленивые вычисления. В случае аппликативного порядка редукции мы перед тем, как применять функцию, вычисляем аргументы. Делаем все внутренние вычисления. Это приводит к тому, что вычисления происходят быстро. Мы не будем повторно вычислять, повторно проводить одни и те же вычисления. Но может оказаться так, что мы не придем к нормальной форме вообще, если аргумент, который мы вычисляем, на самом деле впоследствии не будет нужен. Если мы его будем отбрасывать потом. Вот как в какой-нибудь дизъюнкции или конъюнкции по Маккарте, аргумент может оказаться ненужным, может быть отброшен впоследствии. А мы его вычисляем, и это может привести к ошибке. Это может привести к тому, что мы вообще не получим нормальной формы. Нормальный порядок редукции примерно соответствует ленивым вычислениям. С той только разницей, что в ленивых вычислениях мы все равно только один раз вычисляем аргумент. Первый раз, когда он понадобится. А при нормальном порядке редукции, это вот скорее такая подстановка по наименованию. Каждый раз, когда встречается аргумент, мы каждый раз заново производим вычисления. Это может быть более медленный способ вычислений, но зато более надежный. Если нормальная форма существует, то нормальный порядок редукции обязательно к ней приведет. Ну вот, собственно говоря, такое сравнение можно свести в некоторую таблицу. Аппликативный порядок редукции, в отличие от нормального, не приводит к копированию одних и тех же подвыражений, которые затем придется еще раз дальше вычислять. Ну, то есть копировать все равно, может быть, удастся, но только уже те выражения, которые находятся в нормальной форме, не подлежат дальнейшим вычислениям. Нормальный порядок редукции, вот он к этому, к такому копированию редексов может приводить. Дальше. Зато аппликативный порядок редукции более опасен в том смысле, что вот он может выполнять редукцию даже для тех выражений, которые потом, может быть, и будут и не нужны. При нормальном порядке редукции этого никогда не будет. Потому что если мы вычисляем что-то, значит, это действительно нужно обязательно. Ну и, соответственно, поэтому аппликативный порядок редукции может и не приводить к нормальной форме, даже если она существует. Хотя обычно аппликативный порядок редукции быстрее приводит к нормальной форме. Нормальный порядок редукции более надежный, он всегда приводит к нормальной форме, хотя, может быть, не очень быстро. Ну и вот действительно преобразование в аппликативном порядке, это соответствует энергичным вычислениям. В нормальном порядке, ну это что-то около ленивых вычислений, не совсем ленивые, а вот такое вычисление с подстановкой аргументов, так сказать, по наименованию, запроцедуривание аргументов и передача их в виде процедур, в виде рецептов вычислений. Проблема конфликта имен. Ну, пожалуй, знаете, что оставлю я это на следующий раз, на сегодня закончу.